Вот все-таки неспокойное время мы живем. Так вот, поглянешься назад, посмотришь, и пандемия, и война. Сейчас еще землетрясение в Турции, Сирии мощнейшее. И вот, я даже не буду называть цифру погибших, потому что она растет стремительно. Каждый день по 2-3 тысячи добавляют просто людей несчастных, этих погибших. Ну и ко всему прочему очень холодно. Как раз холода в это время ударили. То есть сейчас найти людей уже живых практически, наверное, невозможно. Я вот что хотел бы спросить. Вот когда идут войны между людьми, то в принципе можно, может быть, прийти к какому-то согласию в какой-то момент, когда может истощаться сила, я не знаю. Когда война объявляется природой, вот что тут делать? Мы такие маленькие букашки, просто вообще мы же развили науки, технологии, но мы не можем предвидеть вот того, что происходит. Вот это вот, смотрите, ад там творится. Война, которую нам объявила природа. Вот что с ней делать? Как с этим работать? Да я думаю, что никак ничего не сделаешь. Ну? Ничего. Да? Конечно. То есть никакие наши достижения... В Торе написано, что если ты будешь поступать правильно, по совести и так далее, то все будет в порядке в общем. И природа, творец Вегематрия Тева, будет к тебе нормально относиться, и все будет хорошо. Получишь вовремя солнца, вовремя дождь, ну, в общем, все будет хорошо. Но это при условии, что ты будешь хорошим. Еще раз. До этого вы сказали, что для наших зрителей, что природа, природа, с большой буквы, как я понимаю, да? Это равнозначно понимание творец. То есть гематрия этих двух слов на иврите одинаковая. То есть мы говорим практически о творце с вами, правильно? Да. И вы говорите, если мы с творцом будем хорошо, то и он с нами будет хорошо. Естественно. Теперь, если можно, вот это наше хорошо с творцом или с природой? Как вот, что под этим подразумеваешь? Выполняй его заповеди, и будешь видеть, как он к тебе относится абсолютно подобно. Понятно. Сейчас, теперь за словом заповеди тоже есть тут тайна определенная. Заповеди – это законы природы. Можно назвать главные законы природы, чтобы не путаться нам? Законы, их много. Законы природы – это не физика, математика и так далее, там, то, что мы знаем из науки. Да. А законы природы, они, которые относятся к уровню отношения человека к миру. То есть это отношение людей между собой, отношение человека к неживой растительной, животной, природе. Это, в общем, это, в общем, практически отношение человека к мирозданию, космосу, ко всему. Вот это вот все имеется в виду отношение человека к творцу. В общем, это должна быть просто любовь, правильное сердечное отношение ко всему, что вне тебя. Ко всему, что вне тебя. То есть ко мне у меня как бы она есть, да? Тут уже никуда не деда. Ну, это эгоизм твой. Так. А к другому и к тому, что вне меня, вы говорите, ее нет? Нет, конечно. Или она недостаточна? Нет. Нет? Нет, конечно, нет. Понятно. Как вот выйти из себя и полюбить что-то вокруг? Как? Есть какие-то шаги, которые человек должен сделать? Мы сейчас говорим, в принципе, как сопротивляться, или не знаю, как остановить всю эту войну, которая против нас природа объявила. Мы об этом говорим. Вот если можно, конкретные советы. Вот как выйти из себя и полюбить что-то вне меня? Ну, это и есть возлюбие ближнего, как себя. Это и есть самая главная и общая заповедь всей Торы. Когда вы говорите ближний, вы подразумеваете только человека ближнего или, как вы говорите... Вообще, в принципе, это отношение ко всему окружающему. Ко всему окружающему. То есть я должен выработать в себе вот эту вот любовь. Да. И начинать ее дарить, да? Да. Причем не просто по расчету вот это любить немножко больше, это меньше и так далее. Возлюбить. Возлюбить – это когда твое сердце говорит, как ты должен относиться. Понятно. Ну, сердцем тоже не очень-то нам понятно. Ну, это, то есть надо над этим работать. Это не просто переключить какой-то там переключатель. Понятно. То есть это целый процесс возлюбить. Да. Кого-то вне себя. Ну, если можно еще вот, ну, немножко еще, еще шажок какой-нибудь сделаем. Вот что такое полюбить? Полюбить – это значит относиться к другому, как к себе. Что может быть проще? Да, не говорите. Это точно. А мы не можем этот шаг сделать. Нет. Мы даже не понимаем, как. Как его сделать тогда? Не знаю. Нам надо сначала просто вот посмотреть какое-нибудь кино. Вот ты у нас киношник. Да. Посмотреть какое-нибудь кино, как человек любит себя. Чтобы я мог с этого научиться, как я должен любить других. То есть как бы скопировать даже, да? Да, да, да. Вот покажи мне в каком-нибудь кино, как я люблю себя. Понятно. Без всяких кипюр. Да. И я отсюда увижу, как я должен любить других. Чтобы у меня всегда стоял этот пример. То есть я все время живу тем, что я хочу, ну, что-то такое сладкое получить. Хорошее, теплое, доброе, сердечное. Так, чтобы ко мне относились. И точно так же. В основном, чтобы я был всегда прав. Вот это вот. Вот это вы правы. Да. То есть и я должен вдруг это дело отдать, сказать, ты прав, да? Да, да, да. О, это серьезная работа. И природа успокоится тогда? Конечно, успокоится, потому что ты самый главный зачинщик всего этого отрицательного процесса. С себя из этой картины просто уберешь. То есть она нас корректирует и ведет именно вот к этому нашему решению. Да. А можно еще спросить такой вопрос? А природа такая? Вот о чем вы сейчас говорите. Она такая? А природа, она реагирует на это. Она отдала человеку на откуп этот мир, этот земной шар и делай, что хочешь. Ну, в принципе, она такая, дающая, отдающая и... Она отдающая, отдающая в той мере, в которой ты дающий, отдающий. То есть вы здесь ставите знак равенства, да? Буду я такой же, как она, будет все в порядке. Человек должен прийти к подобию творцу, и поэтому природа здесь не уступает. То есть если коротким предложением свести все к короткому предложению, то получается, мы должны соответствовать творцу. И все. Да. А чего здесь? Да, только вот, как бы это сделать. Понятно. И она не успокоится, пока мы не придем к этому? Нет. Об этом и сказано. Шубна Исраиля, Семен Локеха. То есть поднимайтесь до уровня творца. Понятно. Вы в курсе вообще, что сейсмологи сейчас уже, они предрекают, что это не будет останавливаться, а будет трясти, трясти, трясти. Там что-то с ядром происходит, там что-то с землей. Это я не буду в технические данные вдаваться. Но они говорят, будет продолжать трясти, и еще будут больше и больше места раскрываться, где серьезно будет трясти. Так они говорят. Ты показываешь хорошим жестом, будто творец как с мячиком играет. Да, да, да. Вот так вот, с землей. Вот так вот. Да. И это, ладно, это ученые предрекают, то есть это до той поры, как вы говорите, пока мы не примем это решение и не начнем двигаться навстречу к Творцу. Да. Нам надо только принять решение, вот я все время, я боюсь соскочить с этой темы, потому что она самая важная сегодня. Нам надо только принять это решение, да, от нас только это требуется. Но согласиться, принять это значит согласиться. Согласиться, да. Это же как на собрании единогласно. А это... И потом пошел домой, да. Да. А здесь это должно быть единогласное согласие всех людей жить по этому принципу. Возлюбие ближнего, как самого себя. Да. Можно сказать, что все заповеди сюда входят, 613, 620? Конечно, конечно. Вот в одну эту заповедь? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok